Добрый день. Добрый день. Делегация Якутии в составе пяти человек приняла участие во втором Всероссийском форуме «Народы России». Добрый день. 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 Я представляла Акулену Иннокентиевну Стручкову, ей 85 лет. Она получила спецприз за сохранение и популяризацию национальной культуры народов Севера. Она очень такой активный пожилой человек. Она единственная старейшая в нашем районе, которая осталась. Она единственная юкагир старейшина. Это у вас юкагирский костюм? Это у меня чукотский костюм. Я сама чукча. Так как я работаю в ЦВК Относ, я ее курирую, вместе с ней работаю. Собираем мы песни, она с нами делится для детей и все. И говорит, не хочу я в сырую землю унести свои таланты. А давайте я с вами поделюсь. Вы знаете, от нее получила я такой заряд. И вот то, что она мне доверила, она мне, чтобы я была там, это было что-то. Вы знаете, я... Вы бы, я не знаю, посмотреть на человека, который доверяет, это было что-то. Вот я не знаю, как еще это передать. Вот вы талантливый человек, вы поете. Да, я пою. А украшения у вас какие, ручная работа? Да, это ручная работа, это все ЦВК Относ. Мы все сами вот эти делаем украшения. Это, видите, у меня еще здесь оберег. Вот тоже. Как говорится, смотрят на меня и на... Помогает? Очень помогает. В Москве тоже... И не только оберечься, но и победить, да? Предало уверенности. Да, предало уверенности, правильно говорите. Я бы хотела сказать про Акулену Иннокентины. Она 80 лет освоила компьютер. Представляете? 80 лет. Не каждый же, даже пожилым людям, не каждому дается. А ей 80 лет. И тем более она еще юкагир, который плохо говорит на русском, но в совершенстве знает якутский, юкагирский язык. Ну и учителя, наверное, хорошие были. Может быть, внуки помогли. Ну да, конечно. Она сама 4 класса только закончила. Она сирота, 1936 года рождения. У нее очень трудная жизнь была. Ну вот радует то, что вот такие есть люди, на которые надо равняться, да? А вы говорите, вы ее представляли, вы приехали и рассказали о ней, о ее судьбе? Ну, немножечко я рассказала, но в основном мы, когда отправляли, вот когда проект отправляли, мы о ней рассказали немножечко. И в этом году у нее вышел юкагирский русский разговорник, в 2001 году вышел. А в 2016 году у нее вышли сказки на юкагирском языке. Это же тоже, она все сама сочиняет, песни сочиняет, стихи пишет. Это 85 лет, да? Талантливый человек, творческий человек. Да, творческий человек. Поэтому, наверное, так долго и живет, что она увлеченный человек, увлекается. Да, 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 да. Она еще нам национальную одежду рассказывает, как правильно шить. Вся же идет у нас смешение всех национальностей, да? Вот национальные костюмы, смешение идет. Даже национальные танцы. Она рассказала, что у юкагиров бисера не было. Вот совсем не было у женщин и у мужчин. Ну, немножечко, правда, было. Как она говорит, в старину были мы бедные. И вот так мы и жили бедно. А цель вашего проекта была какой? Популяризация вот именно юкагирского языка. Чтобы он возродить его, да? Возродить его, да, возродить и национальный. Потому что носителей уже мало, и вы хотите вот дальше-дальше перебираться. Да, 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 1200 по Якутии. А у нас вообще мало в районе. Наверное, 200 с лишним. И то владеющих только, наверное, вообще мало. На 100 есть, наверное, если не меньше. У нас же сегодня для наших слушателей и зрителей сюрприз. Вы пришли с песней. Да, я с песней пришла. Да, а вот, может быть, мы сейчас её тогда попросим режиссёра музыку поставить. Да, давайте, давайте. Потому что у нас остаётся, смотрите, до рекламы ещё 6 минут. Успеем мы. Играм, какое начало будет эфира. Взбодримся все. Эту песню я хочу посетить своему любимому коллективу МКУ ЦВИК Айтнос. Дорогие, я вас поздравляю с наступающим Новым годом и с нашей победой. Благодаря Кулине Нагинтиевне. Итак, чикотская песня «Перелётные птицы». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо вам большое! Спасибо! Прямо что-то я как-то взволновалась даже Вот правда, я же не понимала слов, насколько вот И не нужно понимать. Душа и так все языки понимает Спасибо вам! И вам спасибо! Мне очень понравилось. А как гости вы подарили эту песню в Москве и вас приняли? К сожалению, я в Москве не пела Я не пела, к сожалению Еще раз надо поехать и спеть Я была в прошлом году в Сокровище Севера И я там пела Я пела уже такую веселую песню Поется там об олененке Родился олененок сегодня С первыми лучами солнца А белый олень, а у нас белый олень Это символ жизни Кайба многогранная Я слышала, что в Чуропче женщины прям такие сильные С таким стальным характером Когда вы только зашли в студию Я подумала, о, точно А сейчас, когда вы спели, я думаю, душа-то у вас какая А я слежник Колымского района, поэтому мы там такие и все Ну это, наверное, так Для видимости А так, видите, какая вы Тонкая Спасибо 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 большое Как в вашем поселке молодежь К тому, чтобы возрождать Язык, который сейчас уже На котором не так часто говорят Подхватывает ваше такое Подхватывает Есть такие, что они готовы У нас есть уроки чукотского, юкагирского и венского языка Это не оплачиваем, просто приглашаем Как кружки такие Как кружки, да Слушайте, ну это очень хорошо И вот мы сейчас его, как губка, питаем все В СССР разве запрещали во что? Да, запрещали в СССР, да, было такое В интернате мы тогда жили, дети тундры, получается Было такое, но ничего, сейчас мы все возрождаем У нас идет Мы не только языки, еще традиции Кухню, все это возрождаем В прошлом году был и русский язык Чукотский язык Я не думала, что дети Будут кушать С таким аппетитом Национальные блюда Из сырых блюд Они с удовольствием поедут Ну, конечно, мы очень побоялись Это же наша фишка здесь на севере, да? Всех как-то так увлечь Вот сыроведением Такой рыба же вообще фантастически у нас какая вкусная Ну, повезла я с собой тоже туда вкусную нашу рыбу и юколу Очень понравилось Мы продолжим разговор о том, как прошел Всероссийский форум народа России Сразу после рекламы, сейчас на две минуты буквально уходим Не теряйте нас, дорогие слушатели и зрители, скоро вернемся Дорогие друзья, мы снова в нашей студии Гостей еще раз представлю С нами заместитель министра по внешним связям и делам народов Якутии Татьяна Пяткина Руководитель ресурсного центра Дома дружбы имени Алексея Кулаковского Татьяна Парникова И специалист Центра возрождения культуры Этнос Нижнеколымский район Поселок Черский Просковья Кондакова Просковья Михайловна нам подарила песню в первом блоке Мы все под впечатлением, настроение такое у нас немножко романтичное И все равно мы возвращаемся к Всероссийскому форуму На котором песня, к сожалению, не прозвучала Поэтому есть еще смысл приехать туда и подарить ее 18-19 ноября в Москве прошел второй Всероссийский форум Народы России И о том, как прошло Я попрошу поделиться для вас вашими глазами Давайте на это посмотрим Татьяна Васильевна, расскажите Всероссийская общественная премия «Городность нации» Создана еще в прошлом году, в 2020 году По семи номинациям И наша республика в прошлом году тоже подавалась Несколько работ, заявок, проектов И у нас один представитель, это председатель общественной организации Потомков емщиков Анатолий Добрянцев В этой премии стал лауреатом первой степени И вот с него и началось Это как премия мотивирует И не только емщиков, скажем, они были фурором от этого И мы, другие общественники Институт вообще гражданского общества Который связан с реализацией государственной национальной политики Межнациональных и межконфессиональных отношений И в этом году, когда объявили Мы тоже по семи номинациям Подавали свои проекты, работы Людей, отличившихся Общественников, лидеров и так далее И в итоге Уже когда объявляли Это 2 и 3, 4 ноября должно было бы быть Ко дню народного единства На связи с пандемией Отменили Срок изменился Это 18-19 ноября состоялся этот триумф И нас от Дома дружбы народов Как я выше сказала Проект, мобильное приложение Содружество Это общий проект Министерства по внешним связям И делам народов И Дома дружбы народов И еще IT-компании Смарт-юнит Сейчас вот визуализации Цифровизации Новые технологии Они в тренде И в национальных отношениях Это тоже касается И эксперты Они очень опытные Считали Жюри этой премии Считали, что это Нужный проект И этим можно поделиться С другими субъектами Российской Федерации В адаптации Интеграции Иностранных граждан И посчитали Это Как бы Награду дать И отметить Такой высокой наградой Как лауреат Премии Гордость нации Мы очень рады Это вот Это вот Да, это такой кубок Попросим режиссера Вот крутым планом Показать Это Как видите Наверху Кварц Разногранный Многогранный Это наши народы Наша культура И Вроде как Руки святые Да, вот так И они Руки народов Это обозначает Единство народов Под одним солнцем Мы дети Земли Мы пришли Как гости Этой земли Поэтому никаких Эксессов Должны жить в мире И согласие Вот этот Символ Как бы Единство народов России Я думаю Как бриллиант Как алмаз Ну да Может быть так Да Бриллиант Должны сиять Каждый человек Должен Отдать свою душу Свет отдать Людям Тянутся к этому Свету Да Этому И вот Видимо посвящена Премия Гордость нации Гордость нации Очень громко звучит Очень громко Очень громко звучит И Ответственно теперь Очень ответственно И вот Когда вы спросили Светлана Вначале Как вас встретили Нас встретили Вот сейчас Этими мы живем Наверное Это мы будем Помнить До конца Своих жизней Да Такого Никогда не было Действительно Нас встретили Как героев Как победитель Социалистического труда Прямо С аэропорта Нас Встретили На хороших машинах По одному И привезли Такой Очень хорошей Такой Такая гостиница Или отель Националь Которая Действует С 1903 года Там останавливались Великие люди Начиная с Черчилля Там заканчивая Патрицией Касс И так далее Да Там фотографии есть И мы очень Довольны И для нас Для лауреатов Этой премии Создали такие Условия Прямо Вот С первых Часов С первых дней Мы чувствовали Что действительно Нас ждали Нас Как-то Нас восхищаются Нас признали Что мы Работаем Действительно Эта премия Она Как бы Вот Не так Что ощущение Что пришел Увидели Победил К этой премии Мы как будто Не к этой премии А вот такому Вообще Признание Шли долго 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 Старания И Это Старания Ни одного Человека Ни двух Да А целых Ведомств Организации Коллектив Да Нам это Помогло Очень большую Вот Помощь Оказала Поддержку Оказывает И Оказывает Оказывала Оказывать И будут Оказывать Министерство Наше родное По внешним связям И делам народа Без них Мы как бы И реализовывать Такие большие проекты И не смогли Поэтому им Большая Большая Благодарность Мы делимся С ними Со своей Победой И они делятся Мы как одно целое В одной команде Работаем Вы такие красивые Приехали Я смотрю Там на фотографии Сейчас тоже Показывают Наши режиссеры У вас Национальные Украшения И вот сейчас У вас украшения Тоже наше Серебро Якутское Да Серебро Якутское Мы да Мы хотели Показания Только Ну Себя И наряд Своего народа Каждый Да И на этой Премии Со всех уголков России Приехали Из 85 Субъектов Российской Федерации Номинаций Было 7 Как я Верх сказала И победителей Было 19 Человек Там командные И такие Единичные Люди Да И вот На всех Посмотри Татьяна Николаевна Тоже посмотрела Да Какие они Красивые Конечно Достойные Красивые Достойные Талантливые Да Тем приятнее победить Когда достойные соперники Да Конечно И на таких форумах И на таких конкурсах Участвовать Очень полезно Мы там учимся Друг у друга Посмотрим Как они работают Как другие Приехал с одной идеей Уехал с 100 идеями Да Конечно Каждый Да И мы учимся у них И они учатся у них Есть с чем делиться У нас У нас Дом дружбы народов Как Дом дружбы народов Работает с 12-го года 2012-го года И реализовано Очень много Проектов И предстоит нам Реализовывать Мир меняется И мы меняемся Убеждения Вызовы разные Если на это все отвечать И работать А национальная политика Как эксперт Знаменитый Очень такой Зорин Владимир Юрьевич Говорит Национальная политика Заниматься Заниматься не только По пятницам Или по понедельникам Это заниматься Как поет народ Поет народ Сахай Это же вообще Голоса мощные Мне кажется В любом концерте Не может быть Незамеченным Выступление Вот Национальный костюм А бубны Сейчас Шаманизм Тема шаманизма Она вообще Везде популярная А вы что представляли На форуме Какие ваши были номера Почувствовали комфортно Все этапы Миграционного процесса Иностранца В этом телефоне На какие хотят Вопросы Они могут получить В этом Своем приложении Там уникальность Этого приложения Переадресация На другие Информационные Ссылки Ссылки И площадки Правоохранительные органы Налоговые органы Медицинские услуги Здравоохранение Все И образование Для детей своих Они могут получить На все вопросы Которые их касаются Те кто приезжает В другую страну Да В другую страну Это приложение Им будет как помощь Как ориентир Как ориентир Для адаптации Интеграции Иностранных граждан Приложение разработано На семи Иностранных На семи языках Да И даже Оно нужно тем Кто собирается Приехать Они страну выбирают Прежде всего Куда им легче будет Как комфортно Как могли Чувствовать себя Как рыба Ну как рыба Водет Ну комфортно То есть Прежде чем поехать Человек скачивает приложение Да Можете кстати Как раз рассказать О том как это правильно Сделать Кто заинтересуется Из наших слушателей Зрителей И зондирует почву Таким образом И уже потом Ему проще Они могут И тут найти работу Резюме свое Отправить Допустим Да И проверить Как его резюме Мои документы Через МФЦ Тоже могут Могут записаться На прием К специалисту МФЦ И так далее Да Вот о чем говорили Ранее МВД Миграционная служба Поэтому Здесь никаких проблем нет Оно максимально Удобное Для пользования Иностранными гражданами Его можно Скачать Установить На смартфон Также просмотреть На персональном Компьютере В других гаджетах По ссылке Якутия-содр.ру Сначала То есть Нужно зайти на сайт Да Надо найти И скачать его В принципе Оно работает На любых версиях Поддерживаемых Андроид И Apple устройств Достаточно просто В применении Бесплатно Были ли какие-то еще Проекты Которые Вот Вы чувствовали Что прям Конкурируют С вашим проектом Или Реально Вы уже когда поняли Посмотрели Что предоставляют Другие Поняли Что ваш проект Лучше Потому что Это реальная помощь Людям Кто Хочет сменить Место жительства Таких подобных Проектов не было Это у нас В республике Сахая-буде Есть такой проект Ну скажем Частников Это Кыргызская диаспора В Москве Это такое же Они сами А тут это Как скажем Государственная О том что мы лучшие Мы вот прям Продолжим разговор Через две минуты А сейчас на рекламу На короткую Оставай Дорогие друзья Мы снова в прямом эфире Я хочу напомнить Что телефоны Прямого эфира Работают для вас 32 00 66 32 11 66 Присоединяйтесь К нашему разговору Возможно Кто-то захочет Поздравить Лично Наших победителей Сегодня В нашей студии Заместитель министра По внешним связям По делам народов Якутии Татьяна Пяткина Руководитель Ресурсного центра Дома дружбы Дома дружбы народов Имени Алексея Кулаковского И специалист Центра возрождения Культуры Этнос Нижнеколымский район Поселок Черский Просковья Кондакова Не назвала Татьяна Парникова И Просковья Кондакова Победители На всероссийском форуме Народы России И вот такой шикарный приз Сегодня он в студии В нашей Получили Дамы И Я хотела бы В третьем блоке Спросить Чем занимаются Ваши центры Вообще С чем вы приехали В Москву Мы уже послушали Может быть Тогда Просковья Михайловна С вас начнем Расскажите О вашем центре Центра возрождения Культуры Этнос У нас Пять формирований Получается Эвенский Чукотский Юкагирский Якутский И Старорусцы Также у нас Есть Ансамбль Вечерки В нашем Вот у нас Есть еще АКБ Это АКБ Что такое Это они ездят В тундру И Обслуживают Оленеводов Например Мы А как Аббревиатура Расшифровывается Центр АКБ Это что АкБ Ансамбль Нет Агитационная Агитационная Вот они туда ездят С ними Агитируют Показывают Фильмы Вы знаете Раньше ездили Да Раньше ездили С фильмами С концертами Какие-то Игры проводили В общем Развлекались Тех Оленеводов Чтобы они не думали Что они одни Что о них заботятся Вот И наш Этнос Курирует Тевер У них Глава Общины Кемлиль Вячеслав Егорович Кемлиль Вячеслав Егорович Очень знаменитый Он у нас Поет горловым пением Мы от него Учимся Также Что еще А еще хочу сказать Что вы знаете Я так волнуюсь У меня же дипломная А я буду ставить Ханидо и Халерха 50 лет Этому роману Вы знаете Да Семен Николаевич Курилова У него 50 лет Курилова знаю Семен Николаевич У нас писатель У него В прошлом году Было 50 лет И вот В связи с пандемией Невозможно было Собраться Я другого Курилова знаю Вообще Удивительные люди В вашем поселке Ведь жизнь там Совсем нелегкая Там сложно жить Нелегкая И там даже нет Элементарных Каких-то продуктов Там все Я слышу Там привозят Увозят Цены там бешеные А вы вот И танцуете И поете Еще так хорошо Душу прям Все задеваете Ну надо жить Откуда сила Вот видимо У нас природой Дано Быть выносливыми Терпеливыми Мы должны Собак показать Свой быт Чтоб нас не забыли Чтоб о нас Помнили Ну И показывать На что мы способны Что мы можем делать А вы знаете Еще же у нас там Шьют Молодые девушки Поселок Колымское Там шьет Компактное проживание Чукчей Они молодые Уже шьют Национальные костюмы Это Не знаю Нигде я еще не видела Может где-то Правда Тоже так же есть Это хорошо Что у нас Не угасает Наша Наша культура Действительно шьют Они Рыбу Вкусно еще готовят Я знаю Меня угощали Рыбы из черства Да У нас Ага Есть такое У нас поселок Поход Где компактно проживают Тоже Старорусцы Очень вкусно Юкола У них горбуши Очень много Они блюд делают Ну Что я могу еще сказать От волнения Уже сказать Ты ничего не могу Может быть Подключиться Татьяна Васильевна Я что-то запуталась Я забыла Сказать Представляла Дом народов Дом культуры Кулаковского И Дом дружбы народов Кулаковского Это разные Дом дружбы народов Имени Алексея Алексеевича Кулаковского Это 2019 Года Да Центр Раньше ДК Кулаковского Так и называли А это он и есть Просто Да Просто переназвали А ну вот хорошо Дом дружбы народов Ресурсный центр наш В основном Имеет образовательный характер Образовательный Методологический Это значит Мы В сфере Национальных отношений Представляем Услуги по проектной деятельности По уставной деятельности Сейчас уже Как бы Проектная деятельность Расширяется Сейчас Общественники От государства Получают Не просто так Деньги Вот Выдали И не отчитываются И так Как раньше было Да Сейчас Как грантовая деятельность На конкурсной основе И получают Столько Сколько им надо Это на Республиканском уровне На муниципальном уровне И на Российском уровне Поэтому Возможностей Очень много И для этого Нужно Зарегистрироваться А зарегистрироваться Наши национальные Культурные объединения Могут тоже через наш Ресурсный центр Готовим с ними Вместе Уставы И регистрируем В управлении Министерства юстиции Потом начинают Они включаться Уже в грантописание На конкурс Участвуют Тоже по своим направлениям В основном Это Этнокультурное развитие Гармонизации Межритетических Отношений Адаптации И интеграции Иностранных граждан Ну в таком русле И Ресурсный центр Также занимается Народной дипломатии Общественной дипломатии В основном Наши председатели Национальных культурных объединений Сами Являются Дипломатами Дипломатами Ну с Возглавляет Белорусская община У нас Человек Который Ни разу Не Ну Последний Когда она была Председателем Не была Не ездила В республику Свою историческую Белоруссию Но Потом Став Председателем Позже Она ездила Такие даже Есть Тяга Быть ближе К своей родине Тяга Как-то Поиска Своих корней Человек становится Таким Лидером Среди своих Допустим Таких же Собирают И начинают Возрождать Свою историю Свою культуру И Знания Язык Поэтому Очень нужны Вот такие Общественные Сообщества Мне ваш Центр Дом культуры Вообще Очень нравится Всегда Двери открыты Всегда Будние Это Выходные И у вас Всегда Какие-то Мероприятия Проходят Всегда Оттуда Слышна Музыка И второй Этаж И очень Много Мероприятий Для детей Да Мы Очень Много Мероприятий Проводим И Выставки Еще Выставки Разные Конкурсы Фестивали Форумы Как не зайдешь Всегда Там что-то Какое-то мероприятие Проходит Всегда 24 часа в сутки Такое ощущение Знаете Как называют Дом счастливых людей И туда Такое ощущение Что хоть чем Придешь Любую твою Идею Какую-то Ее рассмотрят Ее Поддержат Обязательно Услышат Как-то Не отмахнуться От человека И мы На все Слои Населения Начиная Детей Кончая Третьим возрастом У нас мероприятие Так проводят Услуги Для всего Населения Жителей Столицы Республики И мы Не только С горожанами Работаем Мы работаем С муниципальными Образованиями Где проживает Тоже Многонациональный Район Может быть Или Мононациональный Район Бывает У нас Проекущая Хорошая Якутия Наш общий дом Это С охватом Территорий Нашей Большой Республики Ездим Общаемся Опытом Делимся Учим Устав писать И гранты писать И так далее Вы как раз Вот эти слои Населения Возраст Детей Которым нужна Поддержка И третий возраст Люди Которые Тоже Может быть Там уже Вышли Не работают Например Но хотят Как-то Увлеченно Проводить Время Чем-то Заниматься Чему-то Научиться И вот Вы всегда Протягиваете Руку помощи Всегда Интересно У нас Не было Такого Которого Отказали Или куда-то Перенаправляли Допустим Иди туда У них веселее У нас Такого нет У нас На каждой Как бы Я думаю В Якутске Точно нет Ни одного Человека Кто бы у вас В вашем Доме дружбы Это 100% Все были На каких-то Мероприятиях Все приходили И всегда Там чувствуется Атмосфера Доброты Теплоты Да Мы этого и добиваемся Поэтому у нас Бренд нашего дома Вот Татьяна Николаевна Говорит Дом счастливых людей Как будто бы Правда Ты вот в то время Попадая туда В то время Советское Возвращаешься Там как-то Просто все Не сложно Когда гости Приезжают Извиняю Гости Когда приезжают Тоже говорят Ой как у вас Вот Нашего возраста Люди говорят Вот ностальгия По тем временам У вас это Сохранилось И вы пытаетесь Это сохранить Большое вам спасибо И нас снимают От А до Я Концерты Наши Мероприятия Потом Когда уезжают И говорят Отправьте пожалуйста Вот эту запись Или что-то еще И поэтому У нас Как бы Мы востребованы Наш дом востребован Не только у себя Но и за Пределы нашей республики И в этом случае Мы еще Около Более десяти И домами дружбы народов Центрами дружбы народов России Заключили соглашение Летом ездили мы в Татарстан Татарстан В общем тоже Мощный дом Дружба народов Тоже Как прямо Уникальный Скажем Да И с ними тоже Мы воочию Подписали соглашение Вот эти наши Достижения По работе С регионами Хотела спросить Какие новые вершины После такой победы Собираетесь покорять Осталось у нас Полтора минуты И как раз можете Сказать несколько слов Работать Работать Еще работать Да Ну пусть будет Третий всероссийский форум И вы еще раз победите Обязательно А я хочу Извините Перебью Я хочу свой Нижнеколымский район Именно наши все Компактные Национальные Объединения Я хочу вывести На сокровище севера Я хочу Чтобы мы все там были Показали свой быт Какая национальная одежда Чтобы мы действительно Показали Как мы живем И мы действительно Покажем Ну вот вы сегодня Уже делаете это Показываете Да Да Еще хотела бы Поблагодарить свою команду В составе Фоминой Анне Гавриловне Протопопова Павел Сергеевич Это те люди Которые помогали Создать этот проект И заведующий Нашему директору Семенове Ларисе Борисовне Спасибо вам большое Мне сегодняшний эфир Наш очень понравился Я благодарю вас Какой-то он теплый Такой душевный Я надеюсь Слушателям и зрителям тоже И еще раз вам большое спасибо За то что вы пришли В эту студию Поздравляю вас с победой А слушателей и зрителей Благодарю за внимание Всем Хорошей пятницы И хороших выходных Спасибо 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 Спасибо